Актуальная интервью Расскажите, зачем вы сюда приехали, какая у вас здесь программа? Прежде всего, хотела сказать, что мы приехали на вашу землю первый раз. Приехали по приглашению правительства, администрации Нинецкого округа. Сегодня, завтра идет семинар, круглый стол. И мы будем говорить о реализации национальной политики Российской Федерации с участием органов местного соуправления, национально-культурных объединений. То есть будем рассказывать о том, что такое национальная политика и что нам нужно делать, всем сообщать для того, чтобы сохранять в межнациональном мире согласие в нашей стране, но и укреплять единство Российской нации. Ну, мы будем обмениваться, я думаю, мнениями по поводу национальной политики. Ну, а поскольку я из Сыктывкара, мы ваши соседи, и, кстати, у вас есть общество из ВАТАС, наших коми-изженцев, поэтому нам будет о чем поговорить, как бы сравнить национальную политику в Республике Коми в Денинском округе, найти что-то общее, полезное друг для друга. На прошедшей совсем недавно пресс-конференции Владимира Путина президент заявил о том, что в каждом регионе должны быть обеспечены условия для того, чтобы дети в школах и университетах смогли изучать родной язык. Вот какая работа в этом направлении ведется ассоциацией, и вот на ваш взгляд, есть ли такие условия в регионах? Ну, я бы хотела отметить, что согласно переписи, последней переписи Российской Федерации, у нас в России проживает 193 национальности. И они говорят на 277 языках, диалектах и наречиях, 287 языков. 277 языков, а в школах предметом и языком обучения является 89 языков. Поэтому мы сегодня можем говорить о том, что Российская Федерация это, наверное, единственная страна в мире, где столько языков обучаются или изучаются в школах. Поэтому сегодня, безусловно, создаются условия для того, чтобы в каждом субъекте дети изучали свой родной язык. Мы понимаем, что абсолютно, ну, как бы, 100% это обеспечить нельзя, потому что если всего один, два, три человека, да, детишек другой национальности, то для этого невозможно создать условия для изучения в школе. Но для этого есть как раз вот эти общественные организации, которые могут создавать воскресные школы, и они создают. И сегодня во многих регионах, либо это представители федеральных, национально-культурных автономий, либо общественных объединений, они создают свои воскресные школы и преподают всем желающим свой родной язык. Поэтому, конечно, говорить о том, что нет совсем проблем, нельзя, но в то же время государство и на федеральном уровне, и в субъектах делают максимально все возможное для того, чтобы шло обучение родных языков и на родных языках. Но вы прекрасно понимаете, что государство добровольно берет на себя эти расходы. Что значит провести обучение хотя бы одному языку? Это нужно учебники разработать, их надо издать, подготовить учителей, создать условия в школах. Поэтому это действительно очень затратная работа, но, тем не менее, государство идет на это добровольно, можно сказать. И изучают вот как в начальной школе, в средней и в высшем. Ну, разные есть формы. То-то, вот если взять Республику Татарстан, там даже обучение разных предметов идет на татарском языке. Есть, где предмет, скажем, родной язык изучается, как родной язык литература. Поэтому разные формы. Я хочу продолжить. Мы с Илландой Константиновной. Действительно, для того, чтобы сохранить свой этнос, свою идентичность, общественные организации, наши как раз стараются начать с чего? С языка. Работают с детьми. К сожалению, в семьях у нас уже многие забыли свои родные языки. Поэтому начинать с детей, с младшего возраста, обучать их родному языку. Это значит обучать и культуре, и традициям. Вот это очень важно. Это, пожалуй, одна из важнейших задач наших национально-культурных объединений. Хотя не нужно забывать, что большая роль должна при изучении родного языка и сохранении традиций, должна отводиться семье. Вот Олег Францевич сказал, что, к сожалению, семьи не сохраняют эти традиции. И даже, я могу сказать по своей родной Удмуртии, самородам из Удмуртии, сами родители не хотят, чтобы их дети изучали родной удмуртский язык. Но это, видимо, отголоски прошлого, когда было непрестижно говорить на своем языке, а говорить на русском. Я думаю, что здесь очень много разных факторов. Но вот как раз нужно работать, и в том числе это роль нашей общественных организаций, чтобы объяснять, работать с молодыми родителями, объяснять, насколько это важно, сохранять традиции своего народа, сохранять свою культуру, язык. Я думаю, что вот как пример можно взять Республику Коми, где Коми-язык очень популярен. Издаются газеты, периодика, есть программы, и даже снимаются фильмы, вернее, не снимаются, а переводятся фильмы на родной язык. Вот как вы думаете, почему там так популярен родной язык? Ну, во-первых, сама политика национальная как раз в Республике Коми направлена на то, чтобы Коми-язык не просто сохранялся, но и развивался. А для этого, соответственно, надо, чтобы он изучался и в учебных заведениях, и в семьях. То есть здесь и общественные организации, и органы государственной власти, и муниципальные органы в этом направлении работают очень интенсивно, я бы сказал, в одном направлении. Каждый год проходят конференции Коми-народа по всем населенным пунктам. Это все как раз работает на то, чтобы язык и в семье, и в Республике и сохранялся, и развивался. И, как уже сказал, соответственно, и культура, и традиции вместе с языком развиваются и сохраняются. Ну да, и как подтверждение тому, прошедший в сентябре форум финно-угорских народов в Сыктывкаре, вот показал пример о том, как сохраняется Коми-язык и другие финно-угорские, например, эрзиа, мокша, аудмурский язык, марийский, они сейчас переводятся в электронный вид, и вот уже можно с уверенностью сказать, что они не пропадут. Да, вообще сейчас можно сказать, что вот мы говорим про интернет, да, и говорим, что это зло, но на самом деле интернет – это и добро в том числе, и в том числе для сохранения языков. Вот сегодня, посмотрите, недавно был медиафорум региональных этнических СМИ, проводили его в Москве, правительство Москвы и гильдия международной журналистики. И там как раз рассказывали о ситуации в этнических СМИ, региональных СМИ, и выступал Эдуард из Мариел. Он как раз один из тех, который создает, ну, он практически и клавиатуру, программы марийского языка, и сегодня они очень, ну, может быть, из всех народов очень продвинулись в развитии марийского языка и в интернет-пространстве. Они его оцифровывают. Да, и сегодня, конечно, я могу сказать, что для молодёжи, они же в интернет-пространстве, вот в наше время этого не было, а сегодня, пожалуйста, есть огромные возможности развивать, сохранять свои языки в интернет-пространстве. Ну и даже те же газеты или телевидение, или там программу на родном языке, на телевидении. Кстати, вот, да, вот на медиафоруме для меня это тоже было удивительно услышать, и цифра СМИ, ну, электронные, печатные СМИ используют 102 языка. 102 языка Российской Федерации используются в средствах массовой информации. Это же колоссальная цифра. Представляете? Ну, если говорите о роли ассоциации вот в сохранении языка и культуры, ассамблеи, извините, то какие вы мероприятия, может быть, проводите, когда собираете представителей всех национальностей в Москве и вместе, совместно работаете над общей задачей? Какие были пройдены? Ну, мы работаем не только по языку. Все-таки ассамблея народов России, кстати, нам на будущий год будет 20 лет. И мы, истоки наши идут еще с 90-х, начала 90-х годов, когда было создано общероссийское движение со творчества народов по имени мира, когда практически Россия стояла на, можно сказать, угрозе распада после Советского Союза. Поэтому вот собрались эксперты для того, чтобы, эксперты и неравнодушные люди, чтобы объединить народы России, не дать распаса России по следам Советского Союза. И, конечно, за это время очень много сделано. И наряду с тем, что, безусловно, вопросы сохранения этнической самобытности, культуры, традиций, да, это одна из задач ассамблеи. Но все-таки на этом поле работают больше этнические общественные объединения. Вот Олег Францевич представляет немецкую автономию, Союз немцев России. Таких организаций у нас только федеральных национально-культурных автономий, по-моему, 19. Это и евреи, и чуваши, и казахская организация, и литовская, и украинская, ну, то есть 19. Соответственно, они, вот это их главная задача, сохранить свой родной язык, сохранить культуру, традиции. Ассамблея народов России все-таки мы созданы для того, чтобы объединять все народы. То есть вот больше обращать внимание не на различия, а на то общее, которое нас объединяет. Поэтому вот особенно последние пять лет, когда была принята стратегия национальной политики, я специально взяла вот этот документ, потому что сегодня стратегия национальной политики Российской Федерации, утверждена 19 декабря 2012 года, сегодня это для нас главный документ, который определяет вообще развитие в сфере национальных отношений. И здесь прописана роль и ответственность все, кто участвует в ее реализации, и федеральных органов власти, и региональной, и местного самоправления, и в том числе общественных объединений. Поэтому вот в стратегии прописано пять основных целей национальной политики. И одна из целей – это упрощение общероссийского гражданского единства. То есть, сохраняя свою этническую самобытность и сохраняя свою идентичность, очень важно сохранять единство российского народа. Поэтому мы свою основную задачу Ассамблеи видим именно сохранение единства народов Российской Федерации. Но какие есть инструменты? Это ведь сложно на самом деле, да, объединить более двухсот народов от какой-то одной, так сказать, идеи чем-то общим? Безусловно, объединяет общее дело, общее мероприятие, общее дело. Поэтому если те же самые федеральные автономии в основном проводят чисто этнические мероприятия, ну, у них бывают и межнациональные. Но мы проводим именно межнациональные. Когда мы проводим фестивали, форумы, круглые столы, куда, где участвуют представители всех национальностей. Ну и еще, конечно, вы сказали насчет инструментов. Мы тоже в поиске. И мы проводим различные проектные семинары по поиску инструментов, механизмов, методов объединения, укрепления российской нации. Их, безусловно, их надо, ну как, в том числе деформировать, искать, придумывать. Ну, а вот о самых таких, может быть, успешных проектах или мероприятиях, которые прошли за год, которыми вы можете сказать, что вот они существенно изменили национальную политику в России. Ну, конечно, такую оценку я не могу сказать, что это все-таки, если говорить об изменении качественной национальной политике, это совокупность разных форм и совокупность разных факторов. Это и наличие нормативной базы, да, есть нормативная база на федеральном, на региональном уровне. Если государственная программа сегодня, мы можем сказать, что у нас и, начиная с конституции Российской Федерации, федеральных законов, со стратегией, то, что нормативная база в сфере национальных отношений, она сформирована. Есть государственная программа, которая как раз направленно называется «Этнокультурное развитие народов России и укрепление единства российской нации». Создан государственный орган, вы знаете, федеральное агентство по делам национальностей. Долгое время не было никакого министерства, создали федеральное агентство. Вот они сегодня являются главным координирующим органом государственной власти. Это все факторы, которые работают на объединении. А мы, как общественники, мы являемся партнерами органов власти и в силу своей возможности помогаем власти укреплять это единство. Ну, как раз надо понимать, что национальная политика это не только дело органов государственной власти или муниципальной власти, это дело и общественных организаций. То есть здесь очень важно, чтобы это взаимопонимание и конструктивное взаимодействие, оно осуществлялось. Надо понимать, что в общественной структуре мы формируем еще и гражданскую идентичность, и этническую идентичность. Они, в принципе, это не противопоставляются друг другу, но они важны с точки зрения, что мы все граждане России. А с другой стороны, у нас есть какие-то истоки, какое-то родство с той этнической родиной, откуда наши предки произошли. И я бы хотел отметить, что в национально-культурных объединениях там ведь работают со всеми возрастами, от детей до самого старшего поколения. И, соответственно, не только язык, не только культура. Это многие вопросы, и социальные вопросы, и поддержки предпринимателей, тех, которые занимаются традиционными ремеслами. Это тоже какая-то часть деятельности наших национально-культурных объединений. И что очень важно, я бы хотел отметить, национально-культурные объединения, они могут и становятся некими мостами между нашей страной, между Россией и той этнической родиной, откуда произошли их предки. То есть это возможность что у них есть, потому что у них есть друзья, у них есть родственники в той стране. И это уже своего рода народная дипломатия, которая позволяет развивать наши отношения на уровне как бы простых граждан, но на самом деле это огромный вклад в развитие отношений между Россией и другими странами. И в том числе формирование позитивного имиджа нашей стороны, образа позитивного Российской Федерации на международной арене. А это сегодня очень важно. Это тоже роль общественных организаций. Совершенно верно. Олег Францевич, вы представляете, руководите немецким культурным деловым центром. Расскажите о вашей общественной организации. Чем вы занимаетесь? Кто члены вашей организации? Ну, прежде всего, членами являются немцы, которые проживают в Коми-республике. Но я еще являюсь вице-президентом федеральной национальной культурной автономии российских немцев. Поэтому сфера деятельности у нас на всю страну. Что касается Коми-республики, я хочу сказать, что вот то, о чем я говорил, что мы можем и должны быть некими мостами между нашими странами. Вот сегодня, к сожалению, отношения между Россией и Германией не самые лучшие. Но вот на уровне партнерства, на уровне общественных организаций, каких-то отдельных личностей, развития таких отношений, взаимопонимания друг друга очень важно. Ну и я тоже хочу отметить, что мы работаем и взаимодействуем с другими национальными культурными объединениями. В Сыктывкаре есть дом дружбы. Мы живем, можно сказать, одной семьей на одном этаже в этом доме. У нас много общих совместных мероприятий. И чем больше узнаешь культуру другой национальности, тем глубже, наверное, воспринимаешь и свою культуру. Вот это тоже очень важный элемент. Но и говоря о деятельности немецких организаций или общества, автономии немецкой, я хочу отметить, что нам очень важно привлекать молодежь к этой деятельности. У нас как-то так складывалось, что национальное культурное объединение в основном представляют люди старшего возраста, а то и пожилого возраста. Но сейчас мы обратили внимание на то, что молодежи тоже это интересно. Как вы ее привлекаете? Какими мероприятиями? Ну, конечно, во-первых, молодежь – это часть нашей организации, да, и они участвуют в наших общих мероприятиях. Естественно, начиная с традиционных наших. Это и пасхальные, рождественские праздники, другие праздники, ну, как русские, так и немецкие. Но есть и специфические молодежные какие-то мероприятия, причем они сами заинтересованы в этом. Это молодежные этнокультурные площадки, изучение родного языка, летние лагеря для молодежи, партнерство между молодежью, немецкой молодежью, нашей и в Германии. Это обмены. В этом году к нам приезжают наши партнеры, вернее, в будущем году, приезжают наши партнеры из Оффенбурга. И вот этот молодежный обмен, он очень много дает и для молодежи. Каждый год проходят этнографические экспедиции по местам, ну, спецпоселений у нас, к сожалению, довольно-таки много было, и немцы, в основном, там проживали, где молодежь встречается с людьми старшего поколения, узнает от них историю. Это из их уст, можно сказать, из первых рук. И это большую такую, я бы сказал, воспитательную роль играет такого рода мероприятие. Это не мероприятие даже, это что-то такое большое для каждого молодого человека, потому что он воспринимает эту экспедицию, эти встречи, как свою историю, как встречу с людьми, которые пережили историю своего народа. Экспедиции, а это что за этнографические? Экспедиции по местам спецпоселений российских немцев в республике Коми. Ну, то есть немцы, в общем-то, в основном в республику попали... Да, были репрессированы. Да, не по своей воле. И, тем не менее, они сегодня и живут, и трудятся на благо республики. И я бы сказал, что среди них много очень достойных людей, которые и сегодня продолжают работать. Конечно, что греха-то есть? Многие уехали уже в Германию или в другие регионы России. Мы тоже все-таки северный регион. Но, тем не менее, более пяти с половиной тысяч немцев все проживают на территории республики Коми. И сохраняют связи с Германией. И сохраняют связи, и сохраняют свою культуру, и свою жизнь. Язык знают. Вот я говорю, молодежь сегодня даже больше знают, чем старшее поколение. Вообще, это очень важна тема молодежи. Потому что, если молодежь не будет знать свой родной язык, свою культуру, то, соответственно, о каком будущем народов мы можем говорить. Поэтому мы, как ассамблея, тоже еще в 2000 году создали молодежную ассамблею. Она у нас есть, молодежная ассамблея народов России. Мы россияне. Кстати, я очень рада, что вот мы приехали. В принципе, это уже как бы не первый визит по линии ассамблеи народов России. Вначале мы говорили о том, что нужно создать оригинальное отделение. И вот Игорь Эрикович Круговых, я знаю, что он у вас тоже был здесь на передаче. И вот у нас сегодня уже создано официально ненецкое оригинальное отделение ассамблеи народов России. И также и молодежная ассамблея здесь представлена. Она пока еще не зарегистрирована, но уже молодежь есть, которая заинтересована в сотрудничестве. А внутри молодежной ассамблеи как раз люди, дети, молодежь, молодежь разных национальностей, они проводят свои молодежные форумы, мы россияне, проводят различные образовательные программы, участвуют в различных межнациональных лагерях. Вот сейчас недавно был по линии федерального агентства, проводили межнациональный лагерь диалог культур. Светлана Константиновна, а как вы в целом оцениваете форумы как способ объединить молодежь разных национальностей? Потому что в течение года их проходит очень много, и не является ли это больше таким развлекательным моментом, нежели каким-то культурно-образовательным? Вот одно время стали говорить, что нам не нужны национальные праздники, нам не нужны фестивали, нам не нужны форумы. Но а где же они будут общаться? Как раз вот эти фестивали, эти праздники, эти форумы являются местом общения для молодежи или для взрослых, без разницы. Это место, где люди разных национальностей собираются вместе, постигают, узнают культуру друг друга. Поэтому, безусловно, это очень важное место и роль вообще в целом сохранения и культуры народов, и сохранения межнационального мира и согласия. Вот Олег уже говорил о том, что через эти фестивали, праздники мы узнаем больше друг друга, узнаем этнические традиции, особенности. А из-за чего возникают страхи, фобии? Из-за того, что мы не знаем друг друга. Вот как раз эта форма форумов фестивалей помогает нам узнать и, может быть, приблизиться и с уважением относиться уже к людям разных национальностей. Но, безусловно, национальная политика и вообще вся работа общественных объединений не должна ограничиваться только фестивалями и форумами. Здесь очень важна такая содержательная работа. Поэтому мы вот еще четыре года назад создали ресурсный центр в сфере национальных отношений на базе Ассамблей народов России. Ресурсный центр — это центр, который оказывает и должен оказывать методическую, информационную, образовательную поддержку прежде всего представителям общественных организаций. Ведь общественники, ну как, они по своей основной специальности либо строители, либо врачи, либо другой специальности. Они не специалисты в сфере национальных отношений. Но я абсолютно убеждена, что все те, кто связан с национальной политикой, они должны знать азы национальной политики, они должны знать историю народов России, и должны знать обычаи, традиции. Они должны знать, как общаться с людьми разных национальностей. Поэтому вот как раз этот ресурсный центр как раз направлен на то, чтобы содержательную вести программу. И мы готовы вот в том числе здесь, в немецком автономном округе, проводить эту работу. Ну, кстати, вот наш семинар, который, для чего мы приехали, круглый стол, он как раз направлен в том числе, как эта форма повышения квалификации и общественников, и органов местного самоправления. Потому что сегодня от органов местного самоправления очень многое зависит, что делается для представителей разных этносов на местах. Ну, то есть, если у какой-то общественной организации, допустим, появился какой-то проект, и он хочет его реализовать, получить консультационную поддержку, он может обратиться к вам? Безусловно, мы готовы помогать, оказывать и правовую поддержку, и как сделать от идеи до проекта, до реализации, полностью расписать дорожную карту, как привлекать деньги, как готовить проекты на участие в президентских грантах или в других конкурсах. Бывает же как. Очень много интересных проектов, но не всегда знают, как правильно эту идею оформить, как правильно упаковать в документ, который дальше рассматривают эксперты. Поэтому мы, конечно, готовы и оказываем эту помощь. Я бы еще хотел отметить, что касается форумов. Вот такие форумы, где встречаются люди разных национальностей, позволяют ломать стереотипы о людях той или иной национальности. Как правило, мы не имеем особого представления, скажем, что мы знаем о немцах. Немного, прямо скажем. Но когда встречаешься с представителем этой национальности, когда общаешься с ним, ты начинаешь совершенно по-другому смотреть не только на этого человека, но и на людей этой национальности. Поэтому такого рода встречи, они, безусловно, важны. На любом уровне, на федеральном или региональном, не важно. Я сейчас вспомнила один из наших семинаров, форумов молодежных. Мы россияне, который мы проводили в Ингушетии. И по итогам семинара, форума, мы делились впечатлениями. Молодые люди выходили и говорили, что для него дал форум. Мы россияне. Для всех для нас было таким, знаете, не то что открытием, но это вот очень был трогательный момент, когда вышли два молодых человека, осетин и ингуш. И они при всех обняли друг друга и сказали друг другу брат. А мы же с вами знаем, что был осетинно-ингушский конфликт, и он до сих пор, он остается, ну, как бы, с болью, значит, и для одной, и для другой стороны. И когда молодые люди, пообщавши их вместе, сказали, что ты мне брат, вот я думаю, что только ради этого даже стоит проводить такие форумы. Олег Францевич, мы еще не поговорили о роли государственного Сыктывкарского университета в национальной политике России, Республики Коми. Что вы можете сказать, какая работа проводится? Ну, я могу сказать, что, во-первых, в Сыктывкарском университете готовят специалистов-политологов, которые являются в том числе и специалистами в области этнополитологии. Их знания и опыт, они очень пригождаются. Эти специалисты нужны нашему обществу. Ну, и как любое студенческое общество, оно многонационально. И, естественно, в студенческой среде тоже проводятся мероприятия, но разного характера, культурного характера, универсиады, в которых представители разных национальностей участвуют. Поэтому я могу сказать также, что в нашем университете обучается большая группа студентов из Киргизии. Вот они тоже создали свое этнокультурное общество. И, с одной стороны, они как бы презентуют эту свою культуру, потому что это для большинства из нас что-то непонятное. А, с другой стороны, они сохраняют у себя эту культуру и свой язык. То, что может касаться и остальных представителей национально-культурных объединений. Кстати, они, многие из студентов являются членами молодежных организаций наших национально-культурных объединений. Поэтому связь между университетом, между национальными объединениями, она тоже достаточно тесная. Мы иногда слышим, что вообще нужна ли национальная политика, нужно ли этим заниматься. Я хочу сказать, что вообще вот межнациональный мир, межнациональное согласие — это как воздух. Вот когда есть воздух, мы его не замечаем, да, и вроде как считаем, что так и должно быть. Но как только воздуха не хватает, то, соответственно, мы испытываем дискомфорт и потом можем вообще погибнуть. Вот точно так же и согласие, межнациональное согласие. Когда есть в межнациональном мире согласие, нам кажется, что это как само собой разумеется. Но межнациональное согласие — это ежедневная, кропотливая работа, которой нужно заниматься всем, на всех уровнях. На федеральном, региональном, на муниципальном, тем же общественникам. Очень важно сохранять вот это очень хрупкое равновесие. Вот вы начали беседу с языков, это же понятно почему, да, потому что эта тема немножко вот сколыхнула сегодня наше общество. И в нашей теме, вот как только ты начинаешь говорить о национальном, этническом, это живет там внутри, в душе. Поэтому вот очень нужно трепетно, очень щепетильно относиться к сфере национальных отношений и делать все для того, чтобы сохранить вот этот мир и спокойствие в нашем обществе. Особенно в такой многонациональной стране, как Россия. Как Россия, безусловно. Это очень важно. Вот я сейчас буквально прилетела из Чечни, и они проводили конференцию, посвященную 15-летию первого исторического съезда 2002 года, когда Ахмад Хаджи Кадыров в тех условиях войны собрал съезд народов Чеченской республики и сказал, что мы должны быть в составе России, что мы должны быть, мы все россияне, и мы должны жить в дружбе и согласии. Потому что он понимал, что нужно сохранять мир, что нужно прекращать войну. Поэтому вот я думаю, что чеченцы лучше, больше, лучше, чем кто-либо, понимать, что такое мир и согласие. Спасибо, Светлана Константиновна. Спасибо, Олег Францевич, что пришли к нам в студию и поговорили на актуальную тему. Я напомню, у нас в гостях была председатель Совета Ассамблеи народов России, доктор политических наук Светлана Смирнова и директор немецкого культурно-делового центра Республики Коми, доцент Сыктывкарского государственного университета, кандидат политических наук Олег Штраллер. Это актуальное интервью. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова